Давайте посмотрим два кадра классика жанровой съемки Стива Маккари. Ну, кто не знает, вдруг, если такие есть у нас в аудитории, кто такой Стив Маккари, напомню, это автор знаменитой афганской девочки, лица National Geographic многолетнего, 82-й год. Хотя это далеко не самая сильная его работа. Если вдруг вы не знакомы с остальными его фотографиями, просто погуглите. Очень много материала в интернете, много альбомов. Ну, это действительно классик жанровой travel фотографии с очень сильными работами. Вопрос заключается в следующем. Является ли эта фотография постановочной? Вот задайте себе этот вопрос. Что в кадре присутствует? Отражение Таджмахала, некий человек, который зачерпывает воду. Постановочный это кадр или нет? Ну, поскольку я не могу услышать ваш ответ, я попытаюсь порассуждать, как любой из нас, для того, чтобы объяснить, собственно, свою точку зрения. Что в кадре присутствует? Четкая центральная композиция, отражение симметричных миноретов Таджмахала, уходящее вниз. В самом деле, за Таджмахалом, кто был, знает, там такая мелкая речушка, метров 50, наверное, шириной. Она пересыхает в сухой сезон, но в целом там можно стоять по колено. То есть, это правда. Так, хорошо. Вода ровная, стабильная. И в этой воде, метрах так, наверное, в 10 от берега, стоит человек, который зачерпывает воду. Я считаю, что кадр постановочный. Вот почему. Человек стоит в неподвижной воде, то есть, он зашел давно в эту воду. Видно, что нет не только ряби на воде, но вода успокоилась полностью, это идеальная зеркальная гладь. Причем не просто вода успокоилась. Видно, что на воде присутствует пара упавших капель. То есть, что сделал человек? Он сначала зачерпнул воду, сделал легкий такой бросок каплями вниз, капли упали, разошлись кругами, а дальше он зачерпывает еще раз воду, показывая, как он ее переливает обратно в водоем. То есть, я считаю, что кадр постановочный, но от того, что он постановочный, он хуже ничуть не стал. Просто автор выстраивает такую сцену, которая мотивирует зрителя на то, чтобы приехать в похожее место, сделать такую же фотографию и эту всю этнику попытаться найти. Вот, в принципе, у Макари большинство работ именно таких. Это мотивация, очень правильное слово, мотивация нас с вами, как зрителя, на то, чтобы сделать похожие вещи и сказать, вау, да, здорово, классно, давайте еще, еще страничку альбома перевернем. Другая фотография из аналогичного цикла, но по Шри-Ланке, рыбаки, сидящие на шестах и забрасывающие удочки в океан. Постановочный это кадр или нет? Ну, давайте смотреть, что в кадре присутствует. Рассуждаем аналогично. У нас есть двойной композиционный центр. Первое – это уходящие симметрично с уменьшением пропорций три фигуры рыбаков, которые в одинаковой позе, в полусогнутой руке удочка, ловят рыбу. Они сидят одинаково на шестах в целом и представляют из себя группу из трех человек. Помним, да, из базового курса художественной школы, что лучше иметь три яблока, чем четыре, и три, чем два. Два – нечетные объекты, уходящие к центру, показывающие действия. Левая часть композиционного центра. К ним в довесок, в пару, идет объект на нас с открытой рукой. То есть мы читаем кадр, ну, если мы говорим про европейское прочтение, а не про арабское, читаем кадр с лево-направо, мы попадаем под открытую руку, предплечье и на корпус человека. То есть взгляд раскрывает фигуру. На нас идет человек, у него в руке удочка, и он четко по точкам золотого сечения движется к нам, как второстепенный объект. Два центра – первая тройка и второй человек работают единым объектом. Далее, что в кадре еще присутствует? Ну, чуть меньше, чем две трети переднего и среднего планов. Это море, такое бушующее скалы, облака фактурные, показывающие, что здесь у нас есть такая, ну, туманная дымка, да, и легкая непогода. И в правом углу, чтобы уж наверняка знать, где съемка велась, то и от пальмы, отсылающей нас к Юго-Восточной Азии, ну, и каким-то действительно теплым странам. Ну, во-первых, возникает вопрос, хорошо, откуда этот человек идет? Там не шеста нет, ничего, там только камни, о которых бьются высокие волны, и явно, что там ему делать нечего. Ну, это уже следующий вопрос, да, может быть, действительно, как-то он хитро обходил эти скалы, ну, и я подозреваю, что могло быть нечто подобное. То есть, в целом, фотография может быть настоящей, имею в виду случайно пойманной, но далеко не факт. И с вероятностью процентов 80-90 я предполагаю, что кадр был постановочный. Еще раз, плохо ли это? Нет. Это всего лишь методика выстраивания вот такой жанровой сцены. Да, до недавнего времени можно было совершенно спокойно приехать на это побережье и снимать таких же рыбаков, но пока это побережье не за, даже слово приличное пытаюсь подобрать, не заполонили, вот, китайцы. Они сейчас везде, они поехали по миру, сотни-сотни и тысячи фотографов китайских, они оккупируют побережье и вот со вспышками стреляют издалека вот таких вот рыбаков. Коллеги, которые только что буквально были на Шри-Ланке, говорят, что это что-то ужасное. Эти бедные рыбаки, они уже не рады сами, что занимаются этим промыслом. Ну, хорошо, это тоже вопрос энтропии, сейчас об этом не говорим. Главное, что постановочные кадры, это неплохо, да, но желательно все-таки, чтобы мы, как зритель, не видели того, что кадр выстроен как некая симуляция. В целом, Макаре в этом плане молодец, то есть мы, да, по-другому не скажешь, мы не видим постановки как таковы, а видим только материал, который он очень красиво подает. Продолжение следует...